Оказывается, 45% женщин смогли бы построить отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше их. 25% женщин нет, никогда бы не смогли этого сделать. Вот 90% мужчин, которых опросили, лояльны к более низкому заработку своей прекрасной половины. Всего лишь 3% не желают встречаться с девушкой, чей доход существенно меньше. Ну и еще 14% опрошенных мужчин не смогли бы найти взаимопонимание с той, которая зарабатывает больше их. Ну совершенно естественно, да, вот правда 45% женщин не смогли бы построить отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше их. Как-то так многовато, а? Ведь в принципе так может случиться, что жена, она как Ангела Меркель. Или Кандализа Райс, или Голодец. Ну есть же женщины, продвинувшиеся, достигшие чего-то, и зарабатывать они могут больше. Может быть тогда мужьям помогать таким женам, да и все. Я вот считаю, не обязательно, чтобы мужчина зарабатывал больше, чем жена. Главное, у кого какие способности есть и жизненные обстоятельства, каковы. Если жена может сейчас зарабатывать больше, и ее карьерный путь может помочь семье материально чувствовать себя стабильнее, тогда нужно вкладываться в нее. Но ведь мужчина, с одной стороны, должен зарабатывать больше, чтобы чувствовать себя мужчиной. Вчера ко мне подошла моя младшая дочка и говорит, пап, я как-то... Мне так неловко спрашивать у тебя о том, чтобы ты дал денег. Ты так работаешь много, устаешь и с таким трудом зарабатываешь деньги. Я говорю, Танюша, слушай, это... Это не я зарабатываю. Не только я. Это мы все вместе. И ты в том числе. Как? Ну, говорю, вот так? Когда ты моешь посуду дома, убираешься, когда ты выполняешь свои обязанности, какие-то там книжки читаешь, ну и занимаешься. А почему? Я говорю, ну, потому что мы одна семья. Просто я управляю этими деньгами, но не только я зарабатываю. Я ведь получаю силу от тебя. Вот я с тобой общаюсь, мне хорошо. Я тебя обнял, мне вообще классно стало. А знаешь, вот чтобы человек получил такое классное ощущение, такое, знаешь, ой, мне так здорово. Некоторые ходят к психологам или на какие-то курсы и платят очень много денег для того, чтобы ощутить вот это состояние, которое я получаю от тебя. Представляешь? Она, ну... Я говорю, ну ничего. Главное, ты поняла, что мы все вместе. Ну, она не до конца все поняла, постепенно будет эту идею осваивать. В любом случае, если жена зарабатывает больше и у нее... Если вот мужчина ленится, тогда другое дело. Я рекомендую вам, женщины, не отдавать точно всю зарплату. Если ваш мужчина лень, тюлень, если он мог бы больше зарабатывать, но просто не хочет, или ему так удобно, чтобы там за ваш счет жить, тогда ни в коем случае не отдавайте ему большую часть зарплаты. Это, конечно, конфликт может вызвать диссонанс, но ваша задача сказать ему и уверить его в том, что он мужчина, поэтому он лидер. И поэтому ему нужно делать все, что от него зависит. И в материальном плане, в поте лица своего зарабатывать хлеб свой.